Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передачи музея Одинцовского городского округа. И сегодня мы находимся в зале временных экспозиций Одинцовского историко-краеведческого музея. И здесь сегодня открывается необычная выставка, которая посвящена Крыму. И расскажет нам о ней экскурсовод Инна Тетюникова. Здравствуйте, Инна! Здравствуйте, Полина! Рада приветствовать вас в нашем старинном доме на новой выставке, которая посвящена седьмой годовщине присоединения Крыма к России. Понятно, что этот праздник музей должен отмечать музейными средствами. И мы сделали выставку работ картин. Крым, мы помним это прекрасно, великолепен, пейзажи его роскошны и красивы. И кто как не живописцы, кто как не художники могут отразить это в своих работах. Сегодня мы открываем выставку, это уже не первый наш проект, с Одинцовским отделением Союза художников Подмосковья. И я хотела бы выразить глубокую благодарность художникам, которые приносят нам действительно работы, написанные от души, со всем мастерством, которым они обладают. У нас здесь представлены работы, выполненные в разных техниках. Масло, акрил, акварель, смешанная техника. И Крым подвластен любым техникам. Красоты Крыма можно передать и маслом. Обратите внимание на работы Анастасии Артемьевой. Только густая пастозная масляная живопись может передать такой мрак южной ночи, который падает внезапно, мгновенно на землю. Только, наверное, маслом можно передать такой яркий, ликующий полдень в картине «Балаклава». Очень тонкая, очень нежная по исполнению работы 1980 года Петра Афанасьевича Чиканцева. Называется «Белый Гурзуф». Мы все с вами помним, что в Гурзуфе великолепно сохранился старый город. И вот этот момент уже наступающих сумерек, он прекрасно схвачен в этой картине, которая вот так нежно показывает переход от дня к ночи в Крыму. Великолепные акварели Елены Трушниковой и Александры Пшеничниковой. Время, схваченное в акварели, в очень тонкой, нежной, прозрачной технике, это, конечно, время полутонов, перехода раннего утра или раннего вечера. Но, опять же, Крым можно выразить, повторюсь, любыми техниками. Обязательно обратите внимание на работу художницы Татьяны Листопад. Удивительная смешанная техника, бумага, аппликация и акварель. И в результате получилась работа полных смыслов, полных образов, которые напоминают и о прошлом Крыма, и о настоящем Крыма. И вот интересное соединение техник дает вот такой великолепный результат. И на сколько будет продолжаться выставка? Выставка работает до 31 мая. Мы постарались в витринах этой выставки создать ассоциативный ряд, который рождается, по-моему, у всех у нас, несомненно, побывавших хотя бы раз в Крыму, который напоминает нам о море, о солнце, о тонных ракушек, которые мы привозим из отпуска, о горах. Не могли мы пройти мимо нашей старой коллекции, первой коллекции. Здесь у нас представлены работы Александра Андреевича Пузатикова, основателя и первого директора музея, который также был в Гурзуфе, который также был в Евпатории на этюдах. И эти картины мы, по счастью, в коллекции храним. Спасибо вам огромное. Мы, конечно же, приглашаем всех к вам в музей, потому что, глядя на такие картины, работы, ты окунаешься в эту атмосферу, ты чувствуешь буквально запахи Крыма, слышишь шум волн. И это необыкновенная красота. Спасибо вам огромное за рассказ. До свидания. Спасибо, всего доброго. Мы прощаемся с вами. Приходите в историко-крыевический музей и наслаждайтесь пейзажами Крыма. До свидания. Увидимся в следующих передачах.